И действительно, когда мы его раскопали, оказалось, что перед нами сооружение необычного типа, с необычной историей. Если, допустим, в каком-то жилище, жилище могло быть углубленное в землю, значит должна быть яма, в которой по жилищу разбросаны по всей территории углам находки, где-то посредине следы кострища, то есть люди жили, вокруг него там варили, разбилось посуду, бросали, если подметали, то к углам куда-то. Но здесь оказалась немножко другая история, углубления в землю практически не было, наоборот, слой как бы рос вверх, значит и все находки были сконцентрированы в центре, круг диаметром примерно 20 метров. Вот так вот внутри этого круга диаметром 4-5 метров концентрировались все находки. Разбитая глиняная посуда, ну сейчас еще покажу отдельные находки, каменные ножевидные пластинки или ножи. Удивительно то, что на первый взгляд кажется, что такой маленькой пластинкой можно сделать. Но этими пластинками, если попробовать сейчас на излом, при усилии она может лопнуть, сломаться. Но ей 7 тысяч лет назад, ей пользовался древний человек, ей можно разрезать шкуру, значит, ей можно перерезать жилы, резать мясо, то есть и это орудие, каменное орудие, каменный нож. Так вот, эти вот каменные орудия, ножи, глиняную посуду мы нашли, но она концентрировалась в центре. Дальше, ближе к внешнему кругу, находок не было, но был приподнятый по кругу приподнятый участок, остатки вала. Этот вал постепенно, столько времени прошло, он затек в яму, а вокруг этого вала был ров. То есть получается, круг, круглая площадка, или точнее круглая, ну мы можем только предполагать, обрыв смыл край, полностью замкнут круг был, или вот этот ров уходил в обрыв. Ну символически это тоже круг получался, то есть часть рва выполняла роль обрыв, часть рва. Значит пространство замкнутое или рвом, а его размер был примерно шириной 2 метра, глубиной метр. Ну так как бы препятствие так просто так не перепрыгнешь его. И вся земля была высыпана вовнутрь, был вал, под которым не было находок. И на нем не было находок. Все находки, значит все действия, вся жизнь совершалась только в центре. Это очень напоминает любопытному, так сказать, зрителю и исследователю, напоминает известные так называемые круглые капища, значит культовые места, стоянки. Очень напоминает славянские капища, да, но хотя между ними разрыв тысячи километров и тысячи лет, но по смыслу. Площадка, на которой совершаются действия обряды, вал, который окружает, защищает, на котором может быть и чистокол или просто ворота вход, ров, символический ров, чтобы значит между миром живых и миром, где, и местом, где совершаются обряды, была, была ров как символ границы. Не просто как реальная защита и сооружение там от нападения, там, препятствия, но и как символ, ну так же, как на пояс, опоясаться, да, защитить себя. Ров, который защищал это пространство, в котором совершались какие-то обряды.